Национальный день донора отмечали в России на днях. Новички в этом благом деле, то есть те, кто идет сдавать кровь впервые, часто задаются вопросами. Вредно ли это для организма и что нужно сделать, чтобы стать почетным донором? Хочешь что-то узнать, попробуй сам. Именно так поступила наш корреспондент Мария Кузьмичева и отправилась на Люберецкую станцию переливания крови. Утро нашей съемочной группы началось не с кофе, а с похода на добровольных началах в кабинет в Карачам. Нет, ничего страшного не произошло. Просто мы решили, как и многие доноры, поучаствовать в акции. И спробовали на себе все прелести этого процесса. Удивило то, что индивидуально на каждого пациента заводят в этих стенах карточку. И донор совершенно бесплатно за короткое время проходит все необходимые анализы. Какой у меня гибанглобин? 127. А норма? Вот 120 женщин. Так что вы вполне годитесь стать донором. Спасибо большое. Пожалуйста. Я кажусь. Пойдемте. Помимо анализа крови, врачи измерили давление, температуру, пульс и расспросили о самочувствии. Мы заполнили так называемую анкету донора, где ответили на ряд вопросов относительно своего здоровья. Вот это внимание. Такое подробное изучение донора не случайно. Оказывается, далеко не все пациенты могут сдавать свою кровь. Гепатит, желтуха, туберкулез, сифилис, ВИЧ-инфекции – это вот такие инфекционные заболевания. Также очень много заболеваний внутренних органов, но перечень огромный. К счастью, эти заболевания обошли нас стороной. Мы здоровы и готовы сделать благое дело. Прежде чем сдавать кровь, донор должен немножко отдохнуть, выпить крепкий сладкий черный чай и съесть печенье. Вкусно. Риск заразиться ВИЧ при сборе крови исключен. Врачи используют только одноразовые вакуумные контейнеры и стерильные шприцы. Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Процесс сдачи крови не такой болезненный, как кажется на первый взгляд. За один прием донор должен сдать порядка 470 мл крови. И длится процесс 10 минут. Учеными доказано, что сдача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна. А периодическая донация оказывает и благоприятное стимулирующее воздействие на организм, а также дает омолаживающий эффект. Недаром в старину многие болезни лечили с помощью кровопускания. Куда распределяется кровь после сдачи? Кровь после сдачи обязательно обследуют. И только такую кровь, которая обследована, выдается в стационары Люберецкого района. Пять стационаров. Детская больница, родильный дом, плюс еще Краскова. 620 рублей. Такую компенсацию получает донор за первичную сдачу крови. Эту сумму устанавливает правительство. Кроме того, пациент получает справку, освобождающую его от работы или учебы на два дня. А чтобы получить звание почетного донора, кровь нужно сдать 40 раз. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.